Доброе утро, помазанные, искупленные и счастливые дети Божьи! Приветствуем вас, прекрасная, возлюбленная, прославленная Церковь Христа! И знаете, нет лучшего места сегодня в Новосибирске, чем здесь и чем всем вместе! И пользуясь привилегией, мы первыми поздравляем и вас, и нас с этим главным для всего человечества, для всего воинства небесного праздником! Праздник Победы, жизни над смертью! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Аминь! Знаете, мы сегодня с особым трепетом, с особой благодарностью вспоминаем жизнь Иисуса Христа, Его служение людям на земле, Его бесстрашный подвиг на Голговском холме и Его триумфальную победу над всем проклятием, над всеми болезнями, над всеми скорбями! Пасха – это когда Он добровольно выбрал гвозди, чтобы принять в нас свою семью Божью! Знаете, Пасха – это подобно детской сказке, только наоборот, красавец становится чудовищем, чтобы чудовище стало красавицей! То есть Иисус поменялся с нами местами, безгрешный обрел лицо грешника, чтобы мы могли обрести лицо святого! Пасха – это когда приговор, вынесенный всем нам падением Адама, был отменен и аннулирован жертвой Иисуса Христа, и это навсегда! Пасха! Пасха – это наше прекрасное будущее и прекрасное настоящее! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы больше не видим причин, чтобы здесь стоять или сидеть. Давайте же славить, благодарить и превозносить нашего воскресшего из мертвых – Иисуса Христа! Вы готовы? Да! Вы с нами? Да! Тогда начинаем! Начинаем! Субтитры создавал DimaTorzok Играет музыка 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 Их рука, есть место, где укрыться Любовь твоя не даст мне разбиться Не даст мне разбиться Не даст мне разбиться Не даст мне разбиться Посмотрел на меня и узнал во мне сына Посмотрел на меня и узнал во мне дочку Посмотрел на меня и узнал во мне сына Посмотрел на меня и узнал во мне дочку Посмотрел на меня и узнал во мне сына Посмотрел на меня и узнал во мне дочку Посмотрел на меня и узнал во мне сына Посмотрел на меня Посмотрел на меня И узнава мне сына Посмотрел на меня И узнава мне дочку Посмотрел на меня И узнава мне сына Посмотрел на меня Славит русская земля Славит русская душа живого бога Славит русская земля Славит русская душа Славит русская земля Славит русская душа Славит русская земля Славит русская душа живого Бога Славит русская земля Славит русская душа живого Бога Славит русская земля Славит русская душа живого Бога! 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 а уж а это она а а а а Устает нас Его любовь так широка Она объявляет нас Она люта, она сильна, яростна Она нежна, она верна Пропустает нас Аллилуйя Ты победу одержал Аллилуйя За меня Ты жизнь отдал Аллилуйя Ты победу одержал Аллилуйя За меня Ты жизнь отдал Смерть не смогла стержать Ты наш воскресший царь Полон величия Ты наш воскресший царь Аллилуйя Аллилуйя Ты победу одержал Аллилуйя Ты победу одержал Аллилуйя За меня Вы победу одержал Смерть не смогла Одержал Легки Ты победу одержал Увидел Орилуйя Водержал И я Аллилуйя Водержал Ты наш воскресший царь Аллилуйя, ты победу одержал. Аллилуйя, за меня ты жизнь отдал, Смерть не смогла сдержать тебя, Иисус. Ты наш Воскресший Царь, Ты полон величия, Воскресший Царь мой, Ты наш Воскресший Царь. Аллилуйя, ты победу одержал. Аллилуйя, за меня ты жизнь отдал, Смерть не смогла сдержать, Ты наш Воскресший Царь. Полон величия, Ты наш Воскресший Царь. Аллилуйя, ты победу одержал. О, Иисус, Иисус. Аллилуйя, за меня ты жизнь отдал, Смерть не смогла сдержать тебя, Иисус. Ты наш Воскресший Царь. Полон величия, Полон величия, Воскресший Царь мой, Ты наш Воскресший Царь. Аллилуйя, ты победу одержал. Аллилуйя, ты победу одержал. Аллилуйя, ты победу одержал. Аллилуйя, ты победу одержал. Аллилуйя, за меня ты жизнь отдал, Смерть не смогла сдержать. Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя! Сегодня все и вся говорят о Нем. И когда Иисус ходил по земле, Его служение было известно огромным количеством чудес и сострадания к людям. Это и исцеление, и освобождение, это и приумножение пищи, и воскрешение мертвых. И что же сегодня? А написано, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И огромное количество Божьих чудес происходит ежедневно. И сегодня мы празднуем Его жизнь и приготовили для Церкви несколько свидетельств. И я дам вам одну мысль. Когда вы будете слушать эти истории, подумайте вот о чем. Эти свидетельства – это пророчества в вашу жизнь и ваше обстоятельство. Позвольте услышанным чудесам исцелять ваши тела, обновлять ваши умы и взращивать вашу веру. Ведь написано, что вера приходит от слышания. Итак, когда в атмосфере встречается вера, человеческая, благодать Божья, жизнь переворачивается на 360 градусов. Пятилетние нездоровые привычки могут измениться за один миг. И наступает новый свободный день. И о своей встрече с Богом нам расскажет Александр Винокуров. Давайте его поприветствуем. Он у нас первый. Здравствуйте, драгоценная церковь. Мне сегодня выпала честь свидетельствовать о чуде Божьем, которое произошло в моей жизни. Это было 4 года назад. Бог освободил меня от зависимости без репцентра, без вмешательства людей. Это было в здании церкви, прямо на служении. Я был зависим где-то 5 лет. Я употреблял синтетические наркотики. Это были соли и спайсы. Кто знает, это такие наркотики, при употреблении которых продолжительное время человек просто умирает, либо становится психически невравновешенным. Как я пришел к этому, это очень длинная история. Мне сегодня не хватит времени об этом рассказывать. Но началось мое, так сказать, знакомство с ними, когда я пришел с армии. Мне было тогда 20 лет. Опыт в употреблении наркотиков у меня уже был. Я лет с 14 пробовал всякие продукты из конопли. Так что мне это, когда мне предложили, я не составила труда отказаться. И как-то, знаете, они зацепили меня, потому что по своей силе я ничего больше сильнее не пробовал. И вот так вот я пробовал и пробовал, пока пробование не переросло в ежедневное употребление или почти ежедневное употребление. Знаете, начались проблемы в семье, скандалы, руганье, потому что меня никогда не было дома. Я все время конспирировался где-то, прятался, не хотел приходить домой в таких состояниях. Потом купил машину, конспирировался в ней. Короче, все катилось куда-то непонятно. А перед тем, как вообще пойти на служение, когда меня позвали, я вообще сорвался. Я начал употреблять с двойной какой-то жаждой. И попея, наверное, вот у этого употребления было. Я помню, купил новые туфли и пакет отравы. Употребив этот пакет, я ходил всю ночь и стер каблуки на новых туфлях. Ну, несмотря на все эти мои привычки, я никогда не хотел так жить. Я всегда внутри хотел измениться. Я всегда хотел нормальное отношение в семье. Я всегда хотел быть свободным. Я всегда хотел жить нормально. Знаете, и хотя Бог миловал меня, как-то, ну, и употребление этих наркотиков не сказались на мне явно физически. Но внутри, знаете, было такое чувство, я всегда прям орал от безысходности, от того, что, знаете, как слепой котенок, который не может найти выход, тыкается, а выхода просто нет. И круг начинается заново. То есть принял решение бросить, не хватило воли, опять старая знакомая. И вот этот круг, он продолжался и продолжался. Знаете, с культурой протестантских церквей я раньше не сталкивался. И когда пригласили на служение, я не расценивал это как еще один шанс. Я, наверное, знал, что это прям последний шанс, который, ну, прям это, чтобы все изменилось. И когда я пришел на служение, ни сама проведение литургии вот этой нашей, ни прославление, мне ничего не смутило. Мне, наоборот, все понравилось. Слова проповедника, они били мне прямо в сердце. Знаете, наверное, первый раз за долгое время я внутри почувствовал какой-то мир, спокойствие. И какое-то чувство тепла, оно просто как окутало меня. Наверное, тогда я пережил Бога физически. И в этот день произошло самое значительное событие в моей жизни. Я примирился с моим Господом Иисусом Христом, прочитав молитву покаяния. Знаете, я, когда вышел из церкви, это был совсем другой человек. Прощенный, освобожденный, свободный. Поначалу я как-то даже не подумал, но вечером я вспомнил, что мне неохота курить. Хотя курил я с начальной школы, и к тому времени стаж составлял где-то 17 лет. Но я на работе так еще попробовал полсигаретки, знаете, я такой внутри чувства, фу. И я просто с тех пор полностью свободен. В тот день Бог, Он очень сильно изменил мою жизнь. Иисус, Он, знаете, Он прям покорил меня, покорил своей любовью и заботой. Сейчас у меня, я свободен, в моей семье все в порядке. Моя семья рада, когда я прихожу домой. Для них я любящий муж и заботливый отец. Бог, Он как-то продолжает, продолжал и продолжает по сей день миловать меня, благословлять. Конечно, не без трудностей. Но тогда Иисус, Он полностью изменил мое сердце, изменил мое мышление. Сейчас я нормальный отец, нормальный муж, служитель церкви, скиния, занимаюсь милосердием. Еще там несколькими вещами. Сейчас пробую себя служить на алтаре с инструментом. Бог, Он как-то, знаете, дал видение, планы, цели. Он дал мне все то, что раньше я даже мечтать об этом не мог. То есть я просто раньше хотел быть просто свободным, а тут, оказывается, столько всего, что это только начало. И как бы из-за все надо платить, и не всегда все как бы просто так. Но с Богом жизнь лучше, друзья мои. И знаете, праздник Пасхи – это уникальное время засвидетельствовать о Божьем чуде кому-то, потому что каждый из нас – это свидетельство Божие. В определенных вещах Бог каждого в чем-то освободил, как-то миловал. Ведь свидетельством мы, друзья, побеждаем дьявола и прославляем нашего Бога. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Александр. Дорогие друзья, если Бог сделал это в жизни Александра, Он может сделать в жизни каждого из нас. Как часто, в последнее время мы можем слышать, что, наверное, чудеса исцеления закончились. Или, ну, это работает для кого-то, но не для меня. Мы приготовили еще одно свидетельство, потому что это ложь. Бог исцелял, исцеляет и будет исцелять всегда. И мы приглашаем Тарасову веру, и она поделится своей историей. Здравствуйте, народ Божий. Слава Богу. Простите меня за голос, это все Господь делает в молитвенной школе. Слава Богу. А есть моя нога? Есть, да? Я хотела бы... Вот такая моя нога, правая нога, была в начале февраля. Я не знаю, откуда это пришло. Я не падала, я не ударялась. Я независимая, слава Богу, уже 17 лет, но это произошло. Я не могла ходить. Мне подруга моя драгоценная привозила продукты, сын все подносил. Я боялась, я не боялась о смерти, я боялась, как моя мама это переживет, как мой ребенок это переживет, если что-то со мной случится. Но раздувалась она. Я на нее смотрела и думала, до какой степени она еще может раздуться, чтобы не лопнуть. И настала ночь, я обезболивающих много пила. Врачи мне ставили разные диагнозы, разные страшные диагнозы. Ни один не подтвердился, но они не знали, что это, не могли понять. Я тоже, естественно, не могла понять, что это. И настала ночь. Ночь была решающая, наверное, в этой моей болезни. Я плакала, но я не то, что плакала, я выла. Просто выла, просила Бога, чтобы Он мне помог. Я встала утром, опухоль немного спала, я самостоятельно сходила. Ну, понятно, куда. И тут мне звонит моя подруга драгоценная, Дроботова Екатерина. Слава Богу, что она у меня есть. И говорит, поехали со мной в дом милосердия. Я приеду за тобой что-нибудь обуй. Мы поехали. Там были верующие люди, наши верующие люди. Потом там некоторые стали моими духовными родителями. Все возложили на меня руки. И молились, реально так молились. Я чувствовала, что что-то выходит, какая-то дрянь выходит с меня. Я это не знаю, как вам правильно передать. Нет слов. Но это выходило. Опухоль упала. Спала, вернее. Все прошло. Анализы сдала. Анализы супер. Врачи до сих. У меня есть снимки. Если кто-то там скептики еще остались в этом зале, можете посмотреть. Сейчас я могу прыгать, танцевать. Прославлять нашего Господа. Ходить на каблуках, что немаловажно для нас, девочек. И вот, слава Богу, Бог меня исцелил. И Он до сих пор творит чудеса в моей жизни. Каждый день, каждый день. Я просыпаюсь реально от поцелуев Иисуса, что мой Бог меня целует. Что мой Бог больше меня никогда не оставит. Слава Богу. Слава Богу всем вам. Спасибо. Слава Богу. Реальные люди, реальные чудеса, реальные судьбы, которые верят сверхъестественному Богу. И только Слово Божье, оно опровергает все диагнозы, все симптомы. Потому что на Голгофе все болезни, все немощи. А мы с вами свободны. Аминь. Аминь. И знаете, друзья, успех любого человека, в успехе любого человека главную роль играет семья. И поэтому все силы тьмы всегда сосредотачивают свои атаки против семей. Но наш Бог, Он всегда за семью, за детей, за радостный детский смех, за уютную, совместную, спокойную старость. И поэтому сейчас мы хотим пригласить одну прекрасную семейную пару, которая доверяла Богу, вопреки всему. Она знала Слово Божье, она знала своего Бога, и она дождалась своего чуда. И мы приветствуем Алексея, Наталью Ожоговых. Мы уверены, их свидетельство – это пророчество в чью-то жизнь. Приветствуем вам, народ Божий. Я начну с небольшого как бы вступления. Знаете, Бог нам дает вообще в жизнь самое дорогое. И я когда однажды просто говорил о том, что когда законно нас, мы зарегистрировались, в общем, законно, я однажды начал говорить такое, что, ну, Господь, как-то Ты мне слишком дорогое что-то дал, это моя супруга, и, ну, как-нибудь бы, может быть, что-то подешевле бы. Но на что Бог мне сказал, ну, я же даю самое дорогое, поэтому держи, как бы, ну, и вот, пожалуйста. Поэтому, знаете, перед всей Церковью, перед всеми небесами я в очередной раз просто признаюсь своей супруге, опять же, в любви. И это слава Божья, слава Божья это. Аминь. Знаете, есть, конечно, очень эксклюзивные такие вспышки в нашей семье были, есть и будут, потому что Библия говорит, что вчера, сегодня и третьего дня Бог, Он один и тот же. Поэтому некоторые, один из наших случаев сейчас расскажет супруга свидетельство во славу и силу Божья, а я потом, как бы, ну, дополню еще. Я ей даю слово, так как она все-таки пережила, знаете, это больше, нежели я, потому что она все это, как бы, переносила. Но я вам так скажу, ну, прорвались мы на вере нашей, но больше моей, я бы так сказал. На самом деле так оно и было, потому что больше у меня более спокойно, я эмоциональная, поэтому я больше переживала и больше, знаете, бегала к Богу, наверное, если честно сказать. Вот, знаете, выйдя замуж, Алексей не сказал, но мы уже практически 19 лет вместе, а с Богом мы 16 лет, уже будет вот 17 лет. Но, знаете, когда выйдя замуж, я думаю, каждая женщина желает быть матерью. И у меня было, ну, просто, ну, сильное желание иметь детей, и с самого нашего начала мы над этим, знаете, сильно работали, могу сказать так. Ну, знаете, проходит время, нет и нет, думаю, ну, что делать, по причине же здоровья я пошла к врачу. И уже врач дал нам направление, центр планирования, семья и брак. И когда мы туда пришли, ну, нам, конечно же, сказали, что первичное бесплодие, но мы стали сдавать все анализы, и уже по анализам дали причину, сказали причину, что причина в муже, и муж у вас бесплодный. Ну, и мы начали проходить курс лечения. Курс лечения, хочу вам сказать, был очень долгий, был, ну, муж мой такие вещи переживал. Знаете, когда я смотря на него, и выходя, например, с каких-то процедур, он был очень красный. Представляете, мужчину просто, ну, кому-то, если надо будет, можете подойти, он расскажет об этом. Но, знаете, я просто говорила, слушай, ну, это для наших детей, все. И он прямо это принял, и мы двигались дальше. Знаете, и был, у нас все наши, как бы, отпуска были целенаправлены на то, чтобы, ну, курс лечения проходили, всякие курорты и так далее. И, знаете, очередной раз такой курорт у нас был в Белокурихе, и нам врач, мой врач уже тоже лечащий, как бы какие-то процедуры ему тоже проходила, и я, чтобы дополнить это все. И она мне сказала просто, Наташа, ну, тебе нужно вообще сменить партнера. Я вам хочу сказать, что слава Богу за Бога вообще, и за любовь мужа, потому что я ее, выйдя замуж, всегда ее чувствовала, ну, на своей жизни. И знаете, что произошло? Я прям, ну, как бы собралась силами, очередной раз собрали все анализы, приехали в Новосибирск, пришли к врачу, который очередной раз мы стали делать инсеминацию, и врач мне уже сказала так, собирают вот такая вот кипа у нас анализов, правда, вот такое было вот лечение, что мы проходим. Она опять это посмотрев все и сказала, слушай, дает мне все анализы, говорит, Наталья, я не буду браться за ваши, ну, как бы, за дальнейшие какие-то процедуры, потому что нет смысла в этом. Не будет у твоего мужа, не будет детей. И знаете, что, вот здесь в Кине я услышала такие вещи, что дается 3-5 секунд на принятие или отдать, отказаться, да, извиняюсь, отказаться. И знаете, уже тот момент говорил мне Бог, и я сразу же сказала ей, я говорю, знаете, говорю, это ложь дьявола, потому что в Библии нет бесплодных мужчин. На тот момент я уже получила это слово, и знаете, я хочу вам сказать, что есть, вот мой муж откроет Библию, 111-й Псалом, и там есть, открой, пожалуйста. Просто, знаете, тогда на тот момент я уже своего мужа вписала Библию, и я просто, когда об этом вот скажу вам, и может кто-то подойдет, я прямо покажу вам, что блажен Алексей, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его, сильно будет на земле семья его. Я этим словом жила 11 лет. Ну, как бы слово получила я позже, конечно, да, но получается 5 лет я этим словом жила. И когда нам уже об этом все сказали, ну, врач, и смысла как бы нет, да, но, знаете, знакомых через знакомых и так далее, мне посоветовали очень хорошего врача, уролога, профессора. И, в общем, он ждал моего звонка, передали ему все анализы, и как бы, так как он очень, ну, как бы дорогой, ну, мы, конечно, уже собирались идти, и он мне просто сказал, я ему звоню когда, и он мне так говорит, Наташ, он говорит, ну, извините, но я не буду браться за ваше дело, ваш муж бесплодный, нету смысла, вам только эко и то, ну, ну, думаю, что вы пробуйте на эко. И, знаете, мы опять, ну, как бы посоветовавшись с мужем, мы приняли решение, мы пошли к пастору в той церкви, где мы были, и пастор наш благословил на эко. Мы пришли домой с мужем, я, знаете, мне кажется, я самая счастливая на тот момент была, но, представляете, вот утром встав, такая счастливая женщина, мой муж выходит из молитвенной комнаты и говорит, дорогая, мы делать эко не будем. Бог мне сказал, и еще говорит, что и по врачам мы больше ходить не будем. Бог мне сказал, что у нас будет ребенок. Вот. И уже... И вот уже и через год мы забеременели, слава Богу, и вот наше свидетельство стоит. Хочу вам сказать о том, что мы 11 лет его ждали, и пришли в церковь, 8 лет мы за него молились, и вот такие вот мы процедуры проходили, испытания. Ну, не знаю, вы это благословение, знаете, потому что в этот период времени хочу вам сказать, что мы стали ближе к Богу, ближе стали друг к другу. Конечно, Алексей еще расскажет, что были и другие моменты, но все же я вам хочу сказать так, что Бог, Он чудесен. Я не знаю, как вам сказать, есть такое выражение, рвал когти, я рвала сердце просто в этот момент. Но доверяли. Аллилуйя. Да. Все, что говорила супруга моя, это правда, я это подтверждаю, я этому свидетель. Знаете, еще хотел бы один момент обозначить в нашей семье, это именно тот момент, когда встает вопрос сохранения семьи. И знаете, вот если в твоей семье именно конкретно встает вопрос сохранить семью или нет, тогда у Бога для тебя один ответ. Прощение и однозначно сохранение, потому что в этом Бог. Но бывает это непросто сделать, так как есть причина для развода, но это у сатаны есть причина, и он хочет тебя развести. Бог здесь как бы вообще ни при чем. Смотрите, Бог, Он вообще в любом случае даст вам сил через свое прикосновение, потому что в близости есть сила Божья. Он хочет, чтобы вы вместе служили Ему, поэтому двое стали одной плотью. Бойся потерять свою семью, но я знаете, говорю как. Я давным-давно уже никого не боюсь, кроме жены, и то больше потерять. Это шутка, да. Смотрите, вот теперь немного личного. Ну как бы мы уже раз свидетельствуем. Смотрите, самые сильные негативные эмоции, которые переживает человек, их две, это говорила пастор Евгения на библейской школе восхождения. Это смерть ближнего человека, да, и развод в жизни семьи. Развод в своей жизни мы пережили в начале хождения нашего с Богом, это где-то 2005 год был примерно, но на то время мы как бы развелись, подумав о том, что все-таки, может быть, мы попробуем порознь. Но как бы у нас ничего не вышло, и спустя где-то года полтора мы опять вместе решили быть, и Бог пришел, и опять нас благословил, потому что в этом тоже есть Бог, как бы смотрите, про то, что самую негативную одну из эмоций мы пережили, и поэтому я как бы высвобождаю сейчас то желание нашей семьи, которое есть у нас, это в глубокой старости умереть вместе в один год, в один день и по возможности в одну минуту, дабы не переживать вот именно вот это первое, эмоцию сильную, негативную. Да, и знаете, в конце я хотел бы маленечко рассказать об Иисусе, потому что свидетельство это в любом случае для Него, для славы и для силы Божьей. Знаете, когда парисеи подошли к Иисусу с тем вопросом, искушая Его, возможен же ли вообще развод, но я как бы своими словами буду говорить. На что Иисус им сказал, а что вам сказал Моисей? Они сказали, что ну да, можно разводное письмо писать и разводиться. Но Иисус их повел в бытие и сказал, что когда муж оставит своих отца, мать, он прилепится к жене своей, двое будут одной плотью. Поэтому в Марка в 10 главе, в 9 стихе, он как бы и сказал, что и так, что Бог сочетал, человек да не разлучу. Вот так. Спасибо всем. Спасибо вам. Спасибо вам. За искреннюю и открытую историю без масок и без прикрас. Вы еще не устали? Нет. Но знаете, у нас все по писанию. Ведь написано, что если описать все истории, которые совершил Иисус, то не хватит ни одной книги. И весь мир не вместит эти книги. И у нас найдется время еще для одной истории. И о какой сфере жизни мы еще не говорили, как вы думаете? О финансах, об экономике. И мы хотим уступить микрофон Виталию Кирсанову. Это человек, у которого, мне кажется, финансовые чудеса происходят везде. В семье, в бизнесе, в творчестве. Он однажды нам достал какую-то штуку, которую мы вообще не могли достать. Три года или четыре. В общем, он делает все из ничего. Пожалуйста. Халлелюя. Буду краток. Расскажу три этапа своей жизни. 2008 год. Мне 27. Я полностью разбит. Я неудачник. Я лузер. На этапе 30 лет принято подбивать результаты жизни. То, чего ты добился. Так вот, в 27 лет у меня есть проблемы с законом. У меня есть отсутствие друзей. У меня есть отсутствие взаимоотношений. Я на окраине Новосибирска сижу в комнате 12 квадратов, у которой отключено электричество, у которой обрезано отопление, у которой разбито окно. Она на первом этаже, и люди, которым я был должен денег, кстати, у меня еще много долгов, у меня еще есть долги. Люди, которым я должен был денег, они приехали, долго ждали меня, не дождавшись, они нашли только то, что прострелить мне окна. И окна у меня тоже с отверстиями, как и вся моя жизнь. Я сижу, думаю о своих сверстниках, ровесниках, которые, как я считал, что они неудачники, было такое слово «лох». В школе мы их называли «лох». На тот момент у них есть семьи, у них есть дети, у них есть работа, их уважают, почитают в обществе, у них есть доход. Это нормальные люди. А я на пороге 30 лет, сижу разбитый, одинокий, никому не нужный, и чувствую, что наверняка я скоро умру. Потому что однажды, придя к моей сестре, родная сестра старшая, она мне говорит, «Виталь, ты меня извини, но я тебя домой не запущу, я тебя боюсь». Я отвернулся и ушел. Встретившись с матерью однажды, она тоже сказала, она говорит, «Виталь, ты столько проблем нам приносишь, может быть, ты умрешь? Мы один раз поплачем и успокоимся, чем жить в ужасе на протяжении множества этих лет». Это был первый этап моей жизни, о котором я хотел сказать. Был еще второй этап. За 10 лет до этого, пусть хронология будет нарушена, это 2007 год, мне 17 лет. Нам кажется, что мы цари жизни. Это, да, 98 год. Нам кажется, что вся жизнь принадлежит нам. Мы делаем все, что хотим. Мы употребляем всевозможные вещества. Мы делаем незаконные вещи. Мы совершенно не контролируем свои поступки. И нам кажется, что это норма. Но, как вы поняли, через 10 лет результат оказался тот, что я сидел у дырявого окна, в дырявой одежде, с дырявой жизнью, не имея ничего. И наступает еще третий этап моей жизни. Господь избрал меня. Он постучался в мое сердце. Я оказался в Доме Божьем, в общине. Я весил 60 килограмм. Я был одет в чужую одежду. Своей одежды у меня не было. У меня был огонь в глазах. У меня был огонь в сердце. У меня был кровь над головой. У меня было питание. И братья и сестры вокруг. Я знаю, что Иисус меня избрал и поставил. И был выбор, в какую я сторону повернусь. Был шаг на 10 лет назад. Был шаг на 10 лет вперед. Сейчас, знаете, Бог мне дал. Бог мне дал семью. У меня есть любимая прекрасная жена. У меня есть отличный, великолепный ребенок. И он еще будет не один. У меня есть церковь, любимая семья. Это вы все. Слава Богу. У меня есть общество друзей таких классных, отличных. Да, у меня есть хороший финансовый доход. У меня есть возможность содержать мою маму, помогать ей. У меня есть возможность содержать свою жену. У меня есть возможность давать рабочие места. У меня компания больше 20 человек. И все это дал мне Бог. Знаете, Он однажды умер и воскрес, чтобы наши жизни воскресли. Мы всегда стоим перед выбором, в какую сторону нам повернуть. В ту, где вседозволенность и где разруха. Или в ту, где есть семья Божья, где есть законы Божьи. И как бы я в своей жизни еще ни разу не пожалел. Так что Бог очень сильно явил себя в моей жизни. Очень сильно являет финансовые чудеса. И я уверен, что если бы не Бог, то 10 лет назад я бы умер. Те люди, которые на фотографиях, когда мне было 17 лет, многих из них сейчас нет живых. Не знаю, почему так, но в мою жизнь, так же, как и в жизнь многих из вас, Однажды вошел Иисус, Он воскресил эту жизнь, Он возродил ее, И Он способен являть свои чудеса. Аминь. Халлилюя. Халлилюя. Ну что, давайте подарим Богу большую славу и хвалу. Он один достоин, Он один прекрасный Бог. Он один, который вершит своей рукой в наших жизнях такие чудеса. Аминь. Халлилюя. Мы поклоняемся дальше, прославляем Его, превозносим Его имя. Кто грех побергнул, лишь у тьмы силы, И чья любовь все победила, Этот царь славы, этот царь всех царей. Кто потрясает громом всю землю, И кто приводит нас в изумление, Этот царь славы, этот царь всех царей. Чудесна благодать, Верна твоя любовь, О том, что сделал ты, я буду петь всегда. Порядок, хаос, кто превращает детьми своими, Нас называет, Нас называет этот царь славы, Этот царь славы, Чудесна благодать, Верна твоя любовь, И ты тяжелый крест, Места меня поднес, Порядок, хаос, Достоин ты наш царь, Чудесна благодать, Достоин. Чудесна благодать, Верна твоя любовь, Верна твоя любовь, Я буду петь всегда. 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 И мы поклоняемся дальше. Поклоняемся тебе, Наш Создатель, Наш Творец И наш Искупитель. Я буду петь всегда. Я буду петь всегда. Я буду петь всегда. Я буду петь всегда. Бər Franc Okay, Надеюсь вкусно твоя любовь, Иbo я хочу петь в тобой. Как Б백 Двег Tahoe. Чудесна благодать, Не знаю потому problemsppa csoreng Петрость значок apartments на Вернитесь. Небеса проповедуют славу Твою, На телах Твоих рук вещает земля. Нет места нигде, чтобы Ты, мой Бог, не ввел меня, Ибо я знаю, в Тебе укроюсь я. Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе принадлежу все целая. Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, Тебе укроюсь я. Вся земля полна Твоей славы, Ты творец всего, я знаю, Возвещать буду я о телах Твоих. За Тобой, мой Бог, пойду я, Жизнь свою Тебе я посвящу, Ведь знаю я. Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе принадлежу все целая. Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, Тебе укроюсь я. Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе и земли, Тебе в смирении, Достоин, Достоин ты. Вся жизнь моя, Тебя у Твоих ног, Взывает Тебе, Тебе мой Бог, Достоин, Достоин ты. Вся слава, Тебе и земли, Поют Тебе в смирении, Достоин, Достоин ты. Вся жизнь моя, У Твоих ног, Взывает прийти ко мне, Мой Бог, Достоин, Достоин ты. Вся слава, Небо и земли, Поют Тебе в смирении, Достоин, Достоин ты. Вся жизнь моя, У Твоих ног, Взывает прийти ко мне, Мой Бог, Достоин, Достоин ты. Вся слава, Вся слава, Небо и земли, Поют Тебе в смирении, Достоин, Достоин ты. Вся жизнь моя, У Твоих ног, Взывает прийти ко мне, Мой Бог, Достоин, Мой Бог, Достоин ты. Тебе вся слава, тебе вся жизнь моя Тебе принадлежу сердце целое Тебе вся слава, тебе вся жизнь моя Тебе погоняюсь, тебе укроюсь я Тебе вся слава, тебе вся жизнь моя Тебе принадлежу сердце целое Тебе вся слава, тебе вся жизнь моя Тебе погоняюсь, тебе укроюсь я Тебе вся слава, тебе вся жизнь моя Тебе принадлежу сердце целое Тебе вся слава, тебе вся жизнь моя Тебе погоняюсь, тебе укроюсь я Мы поклоняемся Тебе Подари Ему еще, еще больше Он достоин Достоин сегодня принять всю честь, всю славу, всю хвалу От нас Мы поклоняемся Тебе, Иисус Спасибо тебе Иисус Наш Господь Твое имя прекрасно, Бог Твое имя прекрасно, Бог Ты ты, Иисус Иисус Христос Твое имя прекрасно, Бог Ни с чем не сравнить его Твое имя прекрасно, Бог Иисус Господь Мечтал ты вечности быть с нами Иисус Иисус Спустился К нам Твоя любовь покрыла грех мой Теперь Теперь мы вместе Твое имя прекрасно, Бог Твоя любовь Ты великий Господь Ты великий Господь Ты дворец всего Еlм О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о вновь не заглушить хвалы небес нет тебе ровный тебе неподобных сейчас и вовеки брат господь твое бог все царство твоя бог вся слава твое имя превыше всех имен из мертвых воскресных не больше завесы заставил вот грех и смерть и ухватил шампи и жизни вас там не заглушить хвалы небес в твоем имени сила Бог в твоем имени сила Бог ты царь мой Иисус Христос в твоем имени сила Бог Ему покорится все в твоем имени сила Бог Иисус Господь мой в твоем имени сила Бог Иисус Господь мой в твоем имени сила Бог Иисус Господь мой в твоем имени сила Бог в твоем имени сила Бог Ты, Царь мой, Иисус Христос, в Твоем имени сила Бог. Давайте поднимем свои руки и поблагодарим Его за Пасху, за то, что Он и есть Пасха наша, Христос, закланы за нас. Пасха совершается прежде всего за нас, чтобы изменить нас самих. Пасха — это Твое и Мое воскресение для новой жизни. Пасха — это когда мы принимаем жертву Иисуса, который совершил наше прощение. И мы можем прийти к Голгофскому кресту и отдать туда все свои грехи. Мы можем прийти к Голгофскому кресту и отдать туда все свои болезни. Мы можем прийти к Голгофскому кресту и отдать туда все свои проклятия. И сделает это сейчас Так написано, что Он сам вознес наши грехи Своим телом на древо Чтобы мы жили для правды И ранами мы исцелились Когда мы приходим туда, к кресту И мы отдаем свой грех Внутри нас что-то меняется Совершается эта Пасха И мы начинаем жить по-другому Жить для правды Жить для чего-то святого Жить для Бога Меняются наши мышления Меняются наши внутренние чувства Меняется мотивация нашей жизни И точно так же, как Дух Святой Воскресил мертвого Христа Поднял из могилы Он наполняет наши жизни Он наполняет все сферы нашего бытия Он отваливает все камни от наших могил Чтобы мы могли выйти на свободу Это и есть Пасха Пасха – это победа Бога над грехом Пасха – это победа жизни над смертью Пасха – это победа Божьих прогнозов Над человеческим скептицизмом Пасха – это когда сам Бог Протягивает руку помощи И говорит Я возлюбил тебя вечной любовью И поэтому отдал за тебя сына своего Чтобы ты не погиб, но имел жизнь вечно Мы не привыкли к бесплатным подаркам Мы всегда думаем, что бесплатный сыр Лишь мышеловки И поэтому нам так трудно принять этот дар спасения Потому что мы с вами считаем, что за все нужно платить Твоя жизнь настолько ценная Что Божий Сын Украшение неба Жемчужина небес Спустился и стал человеком Прожил 33 года в ограниченном человеческом теле Я представляю, как вот эта сверхъестественная природа Периодически пыталась вырваться из него Как периодически он хотел проявить свою божественность Но написано, что он смирил себя Был послушен Отцу И потом Он взял крест На который ему нужно было вознести грех каждого из нас Что такое грех? Грех – это даже не всегда поступок Грех иногда – это мысль Грех – это иногда твоя неправильная мотивация Грех – это все то, что уводит тебя от Бога И именно из-за греха в сердце человеческом стоит престол сатаны И поэтому многие из нас пленены Определенными зависимостями Многие из нас не могут справиться с неправильной мотивацией И нами владеет злая похоть, зависть, чувство мести Желание непонятной справедливости Потому что внутри нас еще есть грех И сегодня этот пасхальный день, когда Бог хочет забрать твои грехи на крест Он говорит, тебе не надо самому расплачиваться за себя и за свои ошибки Тебе не надо приносить цену своих страданий или какого-то отречения Просто отдай это мне, потому что я пришел, чтобы ты не погиб Именно грех ведет к смерти Когда человек долгое время живет во грехах нераскаянных То это лишает его жизни И человек начинает высыхать внутри себя Высыхать в своих эмоциях Высыхать в своем теле Высыхать в своей радости Он не имеет мира Он испытывает стыд Он испытывает страх Он испытывает волнение Он испытывает одиночество и тревогу Это все говорит о том, что еще грех нераскаянный есть в сердце И это открытая дверь для смерти Но Иисус пришел, чтобы победить смерть И сказал, я хочу, чтобы вы имели жизнь И жизнь вечную Что такое жизнь вечная? Это когда ты понимаешь, что вся жизнь, она сокрыта в Боге И когда ты с Ним Когда ты погружен в Него А Он погружен в тебя Когда ты пребываешь в Нем Ты наполнен Его жизнью Ты наполнен радостью Ты наполнен миром Ты наполнен любовью И праведность Божья дает тебе смелость и дерзновение, чтобы действовать И все эти праздничные служения Имеют лишь одну цель Чтобы еще хотя бы несколько людей Пришли к этому Голговскому кресту И приняли ту цену, которую Бог заплатил за спасение Представляете, насколько ценная жизнь каждого из нас Если Бог ее так дорого оценил Не золотом и серебром мы искуплены Но драгоценной кровью Божьего Сына Агнец Божий Который висел на кресте Страдая ради нас Терпя поношения, плевки Оскорбительные слова Его раздевали перед всеми Написано, воины плевали ему в лицо И били по голове Его обвиняли в богохульстве Распяли позорной смертью Положили во гробе Но написано, Бог Не оставил его души в аде И не дал святому увидеть тление Но однажды На третий день Пришла сила Святого Духа Которая отвалила этот камень И которая подняла Иисуса На небо И нам сегодня Больше не стоит бояться смерти Если мы спасены Потому что мы понимаем Что не только в этой жизни Мы можем рассчитывать на Бога Что в вечности Мы тоже будем с Ним там Потому что это и есть Вечная жизнь Поздайте Богу славу Я хочу задать вопрос Если можно Можно чуть-чуть ряды сейчас освободить Чтобы люди могли пройти Если ты здесь Если ты пришел первый раз И ты чувствуешь Что ты еще живешь Во власти греха Во власти смерти Ты чувствуешь Что негативные эмоции Очень сильно мучают И преобладают над тобой Может быть Ты чувствуешь Что болезнь тебя поражает Болезнь это тоже Последствия греха Когда твои грехи Будут прощены Многие болезни Автоматически уйдут И ты больше никогда О них не вспомнишь Или ты чувствуешь Что ты здесь на земле Уже живешь как в аду И тебе нужно прощение Твоих грехов Потому что Нераскаянные грехи Они тянут тебя вниз И открывают ворота смерти Я хочу Чтобы ты пришел Ко мне сюда Для молитвы Давайте мы Воздадим Богу славу И мы приглашаем Всех людей Которые пришли сюда Первый раз Освободите проходы Пожалуйста Чтобы мы могли видеть Если ты пришел Первый раз И тебе нужно Прощение грехов Пожалуйста Придите сюда Давайте будем Аплодировать Приглашать этих людей Еще 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 Добро пожаловать Еще есть люди Я уверен Это день твоего спасения Ты уйдешь отсюда Сегодня И начнется Новая страница Твоей истории Ты долго жил без Бога Пытаясь доказать Ему И сам себе Что ты справишься Но ты не справляешься Ты может быть чувствуешь Что жизнь уходит Из-под контроля И ты больше не можешь Сам управлять Некоторыми процессами Потому что есть Какие-то вещи Которые сильнее тебя И ты уже находишься В плену Позволь Богу Разрушить твой плен И вывести тебя Из всякого рабства Позволь крови Иисуса Омыть тебя от греха И дать тебе Безопасность И стабильность Позволь Богу Вместе с тобой Сражаться с твоими проблемами И решать их достойно Давайте мы поаплодируем Еще есть люди Я уверен Приходи сюда Добрый день Спасибо, что вы откликнулись На проповедь Евангелия Спасибо, что Ваше сердце открыто Иисус Хочет дать нам новую жизнь Он спаситель Я недавно разговаривал С одним человеком Он говорит Иисус классный учитель Он притчи хорошие рассказывал Иисус правда хороший учитель Разговаривал с другим человеком Он сказал Иисус пророк Он говорил вещи многие И они через время происходили Да, Иисус правда пророк Но самое главное Кто есть Иисус Это спаситель И написано Он пришел спасти нас От наших грехов Грех Это все то Что мешает нам любить Бога Все то Что мешает нам поклоняться Богу И жить правильно с Ним Грех ворует лучшие годы Ворует наши силы Нашу энергию Наше здоровье Все Но грехи могут быть прощены Потому что за них уже заплачено Заплачено там На Голговском кресте Жертва Единородного сына И все что я хочу Чтобы мы сейчас помолились вместе Давайте вместе закроем глаза И просто повторите за мной Хорошо? Слова этой молитвы А церковь вас поддержит Хорошо? Окей? Давайте вместе скажем Отец Небесный Я благодарю тебя За Сына Твоего Иисуса Христа Которого ты отдал На Голговский крест За мои грехи Сегодня в этот день Я признаю себя грешником А Иисуса Христа Спасителем И я прошу тебя Иисус Прости все мои грехи И беззакония И очисти меня От всякой неправды Перед всем небом И перед всей землей И перед всем адом Я заявляю Что Иисус мой Господь И ты, сатана Больше не имеешь права Руководить моей жизнью Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Давайте дадим Больший аплодисмент Там есть Библия Там есть информация о церкви Если вы захотите Вы можете посещать Нашу церковь Или любую другую Но знаете В этот день Вы встретились с Богом И в вашей жизни Начнутся перемены Может быть У вас будет этап Когда вы несерьезно Это воспримите И уйдете жить прежней жизнью Но Бог вас больше Никогда не отпустит Вы теперь будете Видеть знаки Вы теперь везде Будете чувствовать Его любовь И всякий раз Он будет прикасаться К вашему сердцу И звать вас к себе Потому что вы стали Его собственностью сегодня Вы больше не собственность Дьявола Не собственность греха Вы теперь собственность Господа Иисуса Христа И давайте мы Три раза их благословим Благословляй 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 Проходите пожалуйста Я понимаю Что вы уже сегодня много говорили Я ровно три минуты Буду проповедовать Сегодня Можно Во-первых Пасха Это не праздник Который придумали люди Пасха Это праздник Который установил Сам Господь Вот есть определенные события Которые Бог однажды начал Бог их продолжает И только Бог Их может закончить И первая Пасха Упоминание об этом празднике Мы находим в книге Исход Это была Пасха Когда народ Божий Народ Израиля 430 лет Находился в тяжелых Жизненных обстоятельствах Которые называлось Рабство Рабство Это то что унижает человека Это то что подавляет И разбивает его достоинства 430 лет Это минимум 6 поколений людей 6 поколений рабов Которые Все на что они могли рассчитывать Это только на еду И на то чтобы их как можно реже Били Но вдруг Бог слышит Страдания народа Вопли его Молитвы своего народа И он решает их Вывести из рабства И тогда Бог говорит Через Моисея Дает повеление Чтобы в каждой семье Был пасхальный агнец Был маленький ягненок Определенного возраста Непорочный Определенное количество дней Этот ягненок Должен был жить у них в доме Они должны были полюбить его Привыкнуть к нему И потом В одну из ночей Его нужно было заколоть Взять кровь Помазать косяки Своего дома кровью Быстро съесть этого ягненка И написано Они должны были делать это Обутыми Одетыми Спосохами в руках Потому что Бог Собирался в эту ночь их вывезти Что такое Пасха? Пасха это последняя ночь в рабстве Пасха это когда Бог вмешивается в человеческую историю И судит врагов своих Это когда Бог начинает разбираться с нашими неприятелями Это когда Бог поражает все то Что держало нас Долгое количество лет В рабстве Это и есть Пасха И знаете друзья Сегодня наша Пасха Христос И Он точно так же пришел Как Божий Агнец И мы можем пользоваться Теми же самыми привилегиями Всякий кто призывает Имя Господне спасется Мы можем брать Его Святую непорочную кровь И помазывать косяки своего дома Помазывать косяки своей жизни Помазывать жизни своих детей Свое имущество И тогда ангел-губитель пройдет мимо Все проклятие пройдет мимо Все негативное пройдет мимо Болезни пройдут мимо Несчастья пройдут мимо Все что дьявол планировал Кто против нас не сможет прикоснуться Потому что на косяках нашей жизни Кровь пасхального Агнца И все доскажут Агнцем Итак его кровь обеспечивала спасение и безопасность Но знаете там написано Его надо было кушать Его надо было кушать И его надо было с поспешностью съесть всего И это говорит нам о том Что друзья Мы не просто должны быть спасены Мы должны съесть Господа Однажды он взял хлеб и вино И сказал кушайте Это тело мое ломимое за вас А это кровь завета Это значит Что мы должны регулярно Во-первых читать Божье слово Во-вторых иметь регулярные Постоянные отношения с Ним Потому что только тогда Когда мы вкушаем от Господа Меняется наше сердце Меняется состояние души И вообще все вокруг нас начинает меняться Скажите на это Амэн Поэтому что такое Пасха Пасха Это победа И Пасха это процесс всей жизни Когда мы вкушаем от Господа Когда мы позволяем Ему прикасаться К сферам нашей жизни Где мы сегодня проигрываем И судить наших врагов Когда мы позволяем Ему исцелять наши болезни Когда мы позволяем Ему дать нам силы Сохранять наши семьи Когда мы доверяем Ему во многих сферах жизни Это и есть Пасха Знаете, Пасха предназначена прежде всего Чтобы очистить нас Написано Христос Пришел Чтобы мы Праздновали сопресниками чистоты И когда мы вкушаем от Бога Когда мы кушаем этого Агнца Когда мы кушаем Меняется чувствование И они становятся Душа становится другой Меняется мышление И мысли становятся другими Меняются наши жизненные ценности И приоритеты И то, что раньше для нас было важным Становится вообще ничего незначимым А то, что раньше казалось незначимым Становится приоритетным, важным И ценным для нас Потому что мы вкушаем от этого пасхального агонца Мы кушаем, мы помещаем его внутрь себя И это преображает всю нашу жизнь Скажите на это Амэн Друзья, в этот пасхальный день Я хочу, чтобы мы провозгласили мир и безопасность Потому что кровь Иисуса, она на косяках наших домов И в этот пасхальный день я хочу, чтобы мы провозгласили Новый этап наших перемен Потому что мы продолжаем вкушать от этого пасхального агонца Мы продолжаем познавать Бога Мы продолжаем прикасаться к Его Слову Мы продолжаем пребывать в Его присутствии А это неизменно повлечет внутренние перемены в каждом сердце Скажите на это Амэн Пасха – это победа И знаете, еще самая большая и самая сильная победа была в том Что когда люди похоронили Иисуса Положили Его в могилу Привалили большой камень Повелели стражникам охранять Там была печать На этой могиле Потому что они боялись, что ученики Его ночью украдут То на смиренных людей Людей, которые смирили себя перед Богом И стали Ему послушны Всегда сходит сила Святого Духа и Божья благодать И написано в то утро, когда весь мир застыл И дьявол, глупый дьявол думал, что Иисуса победил Вдруг сила Божья, которая всегда жила в освятилище храма Евреи так считали Но когда Иисус умирал, завеса в храме разорвалась И эта сила вышла из храма И эта сила носилась И написано, многие мертвые воскресли Землетрясение было Разные-разные процессы, которые вызывала эта сила И эта сила вошла в эту могилу И воскресила Иисуса из мертвых Знаете, я знаю периодически, что у каждого из нас Бывают моменты, когда мы тоже мертвы Когда умирают наши мечты Когда умирают наши взаимоотношения Когда умирают часть нашей души И мы разочарованы Но я хочу тебе сегодня сказать Если ты послушен Богу И если ты смирен перед Ним, как Иисус Ты можешь рассчитывать на силу воскресения Потому что Библия говорит Та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых Она воскресит и наши мертвые тела Все то, что умерло, оно может воскреснуть Потому что нам доступна сила Святого Духа И Бог способен расторгнуть узы любой смерти Узы любой депрессии Узы любого поражения И вытащить тебя из твоей могилы И вновь поднять вверх И все доскажут Это сила Святого Духа Друзья Давайте пользоваться тем, что нам дано Нам дана любовь Отца Бог возлюбил нас Давайте жить в этом Нам дана благодать Иисуса И Он сказал, приходите ко Мне И меняйте свои грехи на мою праведность Меняйте свои беззакония на мою чистоту И давайте пользоваться силой Святого Духа Которая дана нам, как сила воскресения И когда что-то умирает Не торопись это хоронить Не торопись приваливать туда камень А призови туда силу Святого Духа И ты увидишь, как Дух Святой способен воскрешать Все то, что уже три дня находится во гробе Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Кровь Его на нас и на наших домах Мы будем вкушать от Него каждый день И меняться внутри себя И если что-то умрет Мы знаем, как это воскресить Потому что нам доступна сила воскресения Это сила Святого Духа И все это скажут Аминь! Аминь! С Пасхой вас, друзья! И помните, это не яйца, не куличи и не кролики Это Сам Бог, который отдает Своего Сына Чтобы никто из нас не погиб Но чтобы каждый из нас имел вечную жизнь И взаимоотношения с Ним Отличного дня! Да благословит вас Господь! Иди домой с пониманием, что Христос воскрес! Брагоценный Христос воскрес! И мы воскресли вместе с Ним И это значит, что наша вера не тщетна И проповедь наша не тщетна Потому что мужica избрая Иcome там crosses Брагоценный Христос воскрес! Идка для работы Играя Играя Славит ранняя заря Славит небо и земля Славит солнце и луна Славит русская душа Живого Бога Славит ранняя заря Славит небо и земля Славит солнце и луна Славит русская душа Живого Бога Живого Бога Живого Бога Живого Бога Моя душа летит тебе как птица Желает она чистой воды напиться В твоих руках Есть место где укрыться Любовь твоя Не даст мне разбиться Моя душа Летит тебе как птица Желает она чистой воды напиться В твоих руках Есть место где укрыться Любовь твоя Не даст мне разбиться 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 Посмотрел на меня И узнал во мне сына Посмотрел на меня И узнал во мне дочку Посмотрел на тебя И узнал в тебе сына Посмотрел на тебя И узнал во мне дочку Посмотрел на меня И узнал во мне сына Посмотрел на меня Посмотрел на меня Ты узнала мне сына Посмотрел на меня Ты узнала мне дождь Посмотрел на меня Ты узнала мне сына Посмотрел на меня Славит русская земля Славит русская душа Славит русская земля Славит русская душа живого Бога Славит русская земля Славит русская душа Славит русская земля Славит русская душа живого Бога Славит русская земля Славит русская душа живого Бога Славит русская земля Славит русская душа Живого Бога Он! 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 Славит русская душ dessa душа Живого Бога Он! Славит русская душа Живого Бога Он! Продолжение следует...